СУРГУТСКИЙ РАЙОН Северная погода – единственное условие, которое может сказаться на качестве состязаний. Впрочем, лучший контраргумент против ненастья – правильный настрой тренера. Помогать в обороне и, конечно же, синговать при игре, не давать думать игрокам, соперников. Мяч какой-то должен быть особенный для этой спартаке? Мяч стандартный, под номером 5. У них еще номера есть? Да, да. В мини-футбол играют мяч под номером 4, 3,5, а это под номером 5 мяч, пятерка называется. Вот им играем в футбол, и в этим мячом играют соревнования российских премьер-лигий. О столь высокой планке здесь пока не думают. Это не большой спор, а скорее игра для души. В первую очередь хотелось бы победить в этих соревнованиях. А так играем для себя здоровый образ жизни, как бы сказать. Нету таких академий здесь, у нас в Сургутском районе, чтобы как-то подвигаться. А куда-то переезжать я не готов. Они же работают все на предприятиях, в основном это не профессиональные футболисты. Они участвуют за свои предприятия, в спартакеаде, в межведовстве, в спартакеаде. А еще за честь Югры, ведь этот чемпионат посвящен 89-й годовщине округа. Судьи в самой гуще событий, потому что они играющие. Первый тайм завершился в ничью, нарушений бдительные арбитры не выявили, а потому и пенальти не назначили. А ведь именно такой штрафной удар часто меняет исход не только тайма, но и всей игры. Как нужно бить пенальти правильно? Правильно бить пенальти. Вот ворота 7,5 метров, надо в них попасть и забить. Вот отсюда? Да, бежите. И вот просто этой, внутренней стороной стопы. Внутренней стороной стопы? Да, да, да. Только у вас должен быть разгон вот так. Не прямо. А можно я носком? Мне удобнее носком. Носком он у тебя куда-нибудь улетит, а тут прямо ворота. И вот так. Давай. Попало, 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 попало. Победитель чемпионата, кстати, определился именно в серии пенальти. Со счетом 5-4 победу одержала сборная Сургутского района. Серебро взяла команда из Сургута, а спортсмены из Ханты-Мансийска оказались третьими на пьедестале почета. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!